Сегодня в России отмечают профессиональный праздник те, кто знает о книгах все и даже больше, библиотекарей. Библиотекарь – первый вестник красоты и знания, так говорил великий художник Николай Рерих. И сегодня у нас в гостях директор централизованной библиотечной системы города Варвара Полозова. Варвара Александровна, доброе утро. Доброе утро. Примите наши поздравления с вашим профессиональным праздником. Расскажите, как же вы стали библиотекарем? Спасибо за поздравление, Александра. Ой, такой вопрос, ответ на него у меня всегда кажется выглядит очень смешным, потому что в библиотеку я попала случайно. В свое время я шла устраиваться в окружной центр национальных культур в городе Салихард. И по пути зашла в библиотеку уточниться, нет ли у них каких-нибудь вакансий. Оказалось, вакансия есть, и я устроилась в национальную библиотеку Ямал-Нинско-автономного округа методистом. Так и не дошли до окружного центра. Так и не дошла. Казалось бы, 21 век, век технологий, а библиотеки все равно популярны. Скажите, почему? Ну, библиотеки насчитывают вековую историю, и во все времена библиотеки являлись тем кирпичиком в фундаменте по формированию человека думающего и мыслящего. То есть и сейчас библиотека выполняет ту же функцию. Как вот коллективу библиотечной системы удается сохранить своих читателей в период пандемии? Ну, конечно, мы все поставлены были, ну и культура в целом, и библиотеки в частности, были поставлены в такие сложные условия, которым мы, наверное, не были, никто не был готов. Но библиотекари и наши библиотекари, губкинских библиотек, справились на отлично, на пять с плюсом. Были сложности. Кому-то было сложно выходить в прямой эфир. Кто-то говорил, меня камера не любит, я некрасивый. Кто-то говорил, я не могу делать мастер-классы, там как-то мои руки будут в кадре. Но буквально за пару недель, то есть настолько люди вошли во вкус, они открылись, каждый, каждый специалист открылся с необычной какой-то стороны, то есть то, что мы не знали. И оказалось, что кто-то, он просто в нем артист. Это и смена образов, это чтение, вкладывание в текст такого смысла, над которым ты даже иногда как бы не задумывался, с удовольствием слушаешь. Кто-то рассказывал про какие-то необычные факты, кто-то готовил интересную краеведческую информацию. Потому что в онлайн, конечно, поток был большой информации, было введено много новых рубрик. Понятно, что вся информация во всех наших социальных сетях как бы транслировалась. Что могу сказать, что после того, как мы войдем в свой стандартный режим работы, будем работать в стационаре, видеть наших дорогих читателей в стенах наших библиотек, те форматы, которые были в условиях пандемии, внедрены в работу, какие-то из них будут продолжать работать на благо наших читателей, информировать о каких-то интересных фактах, о книгах. Поэтому, я думаю, плюс есть всегда и во всем. Ну и что касается новых форматов, и наше любимое мероприятие, такое как Библия Ночь, тоже прошло в формате онлайн. Скажите, пожалуйста, какие отзывы вы получили от своих посетителей именно из-за новой формы проведения мероприятия? Да, конечно, когда такие крупномасштабные акции, тоже было много мыслей о том, как это все-таки провести. Но Библия Ночь всегда объединяется одной единой тематикой по всей стране. В этом году было решено, что Библия Ночь будет посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И все наши мероприятия были посвящены этой теме. В прямом эфире мы проводили мастер-класс о том, как приготовить солдатскую кашу. В прямом эфире мы читали поэтические произведения. В прямом эфире мы рассказывали о своих ветеранах, о дедах и прадедах, показывали фотографии. В прямом эфире мы общались с нашими читателями. У нас были проведены онлайн-викторины. Были интересные рубрики о том, об участии детей в Великой Отечественной войне, о том, какую роль играли животные. Принимали участие в этом онлайн-марафоне, принимали участие и специалисты детской библиотеки, и специалисты центральной библиотеки. И отзыв был хороший, нам звонили, нам писали. И по окончанию самой Библионочи у нас было более 10 тысяч просмотров наших прямых эфиров. Но мы понимаем, что если мы сейчас зайдем, там просмотров будет больше, потому что людям это интересно. Люди обращаются к этой информации, смотрят, читают. Поэтому такой формат был для нас в новинку, но он удался. Я помню, до ограничительных мер можно было прийти в библиотеку и получить электронный читательский билет. А сейчас возможно ли такое сделать? Это возможно, с маленьким исключением, что до конца мая посещения библиотек запрещены в связи с ограничительными мероприятиями. Но в электронном формате все возможно. Достаточно зайти на сайт централизованной библиотечной системы, нажать вкладочку «Электронная запись», заполнить свои регистрационные данные, поставить галочку «Получить электронный читательский билет». И вам придет на почту логин и пароль для доступа в эту систему, где вы можете абсолютно бесплатно читать любую книгу. Варвара Александровна, мы знаем, что уже совсем скоро в нашем городе откроется модернизированная центральная библиотека. Расскажите, пожалуйста, нам, что же нас там ждет? Да, это очень ожидаемое событие. Я думаю, ожидаемое событие и нами, потому что мы сами очень хотим увидеть, что же мы сделали. И для горожан это будет очень яркое событие. Что же произойдет? В конце августа будет открытие центральной библиотеки после модернизации. Центральной библиотеке будет присвоен статус модельной библиотеки. Все это стало возможно благодаря чему? Тому, что в 2019 году мы приняли участие в федеральном конкурсе на создание модельных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура». И мы знаем, что в рамках этого проекта запланировано к модернизации 660 библиотек по всей стране. И мы стали победителями среди центральных библиотек. Причем хочу отметить, что каждый год модернизируется 110 библиотек. И вот в 2020 году мы в числе этих 110 библиотек. Что же у нас произойдет? У нас был проведен капитальный ремонт. У нас сейчас осуществляются поставки технологической продукции, поставки мебели, обновление книжного фонда. Поэтому, когда мы распахнем двери для наших читателей, я думаю, это место станет местом притяжения горожан. Потому что здесь будет, возможно, все. Здесь можно прийти и почитать хорошую качественную литературу. Как в залах читальных, так и взять ее надо. Будет замечательная зона каворкинга, где можно как малому бизнесу приходить заниматься, обучаться, проводить какие-то свои тренинги. Также могут и преподаватели со своими студентами приходить заниматься. У нас конференц-зал «Трансформер», который уже оборудован световым экраном, оборудован видеоконференц-связью, звуковым световым оборудованием. Причем зал «Трансформер», в котором можно будет проводить как деловые мероприятия, так и познавательно-интеллектуально-развлекательные, скажем так. То есть в зависимости от формата. То есть это литературные встречи, это мини-концерты, это встречи клубов. Потому что в зависимости от того, в какую сторону мы развернем зал, стулья, в зависимости от этого будет эта атмосфера. Что хочу отметить, что у нас централизованная библиотечная система будет полностью оснащена технологиями. Все горожане, кто записан в библиотеку, кто обратятся после открытия, будут получать электронный читательский билет. То есть система выдачи книг будет полностью, 100% автоматизирована. И если, например, вы торопитесь, и вы зашли в библиотеку, вам нужно быстро сдать книгу, вам не обязательно ждать там библиотекаря, пока освободится. Вы сможете подойти к стойке самостоятельного книгообслуживания, положить книжечку, положить сверху электронный читательский билет, книга с вас спишется. Вы можете в личном кабинете посмотреть, что книга с вас списалась, и вы, например, там убежали. Например, вы в отпуск торопитесь уехать, да, вам нужно сдать книгу, чтобы не было задолженности. У нас будет медиазал, оснащен новым компьютерным оборудованием, 3D-принтером. У нас читальные залы, в которых можно будет точно так же позаниматься с мобильными стеллажами, при необходимости передвинуть. В одном зале будет маленький подиум, где также можно собираться в своей какой-то компании, что-то обсудить. Квартирники, наверное, будет очень интересно там проводить. Поиграть в игры, в интеллектуальные, в настольные. Конечно же, библиотекари в читальных залах будут, потому что функция оказания консультативной помощи, то есть она всегда необходима, потому что, я думаю, на первых порах это будет необходимо, потому что будут какие-то мини-экскурсии. Нужно будет людям рассказывать о возможностях, о том, что где, как можно, что бояться не нужно, здесь можно прийти, позаниматься. В холле у нас будут локеры, подвязанные тоже под фид-технологии с электронным читательским билетом. То есть если у вас какие-то свои личные вещи, вы можете их оставить, то есть это вот как камеры хранения, но они подвязаны под ваш электронный читательский билет. Вот. Поэтому, я думаю, много каких-то, конечно, технологические новинки, которые они будут привлекать, но все это для удобства наших горожан, для того, чтобы они могли полноценно проводить свой досуг в стенах библиотеки. Да, но все это, конечно, да, хочется сказать, что все это, конечно, стало возможным финансированием в рамках этого конкурсного проекта, в рамках финансирования от округа, потому что у нас 10 миллионов, это федеральные, 3 миллиона, это окружные. Софинансирование со стороны муниципалитета, и также была мощнейшая поддержка от муниципалитета на периодах подготовки, то есть и проведения капитального ремонта. Поэтому, как бы, хочется выразить благодарность всем, потому что это такая командная работа, и мы понимаем, что мы все это делаем для города и для губкинцев. У нас есть замечательная традиция, когда вы к нам приходите в гости, мы должны задать этот вопрос. Какую книгу вы сейчас читаете? Или какую собираетесь? Я недавно прочитала одну из книг из серии «Ленинградские сказки» Юлии Яковлевой. Описывается послевоенный период, то есть дети-подростки, то есть в тристалинские времена, период репрессий. Причем книгу начала читать я, подключилась у меня дочь, мы ведь даже читали ее друг другу вслух. Но когда я прошла, то есть у меня немножко такое, немножко неоднозначное, потому что, наверное, у автора больше такой негативный, негативная вот линия к тому периоду. Но если абстрагироваться, как бы, от этого, то книга как бы достойна внимания, особенно для подростков, то есть чтобы они понимали о том, как это все происходило, то есть это история нашей стороны. Недавно перечитывала книгу, ну это хорошая, добрая книга, на американской литературе, Фенни Флэг, «Жареные зеленые помидоры» на кафе «Полустанок». Поэтому, если кого-то заинтересует, то есть там тоже, ну, очень теплое, то есть тут, наверное, даже не передать, то есть какие-то очень теплые такие у меня отношения к этой книге. Вот. Ну и, наверное, читала вот ряд книг, то есть это по самообразованию, там «Жесткий руководитель», «Грамотный управленец». Вот. Ну, это уже как бы специфическая литература тут. Я думаю, если вы получите логин и пароль в ЛитРЭС, то вся эта литература представлена там, причем можно подобрать ее по своему вкусу, можно посмотреть ожидаемые новинки, можно посмотреть то, что в топе, можно зайти во вкладочку «Библиотека», посмотреть, что в библиотеке уже, библиотека купленная, что читаемая. Поэтому и, в принципе, всегда можно написать комментарии, и вам библиотекарь также посоветует, что почитать. Скажите, какие книги больше читаете? Электронные или все же предпочитаете вот в руках подержать настоящую книгу с страничками перелистывать? Был период, когда любила, перешла совершенно, сто процентов перешла читать на электронные книги. Сейчас по ситуации. Если эта книга есть в нашем фонде, люблю читать бумажную книгу. Где-то в дороге, конечно, однозначно электронная книга, ЛитРЭС, то есть это сто процентов я читаю. Как аудиокниги, ЛитРЭС, что-то пошло. Аудиокниги, вот, к сожалению, не зашли мне. Вот в детстве, помню, аудиоспектакль с удовольствием слушала. Но это, наверное, вот пережитки, наверное, или не знаю, как правильно сказать-то. Раньше, если мы были воспитаны на этом, то есть от этого я просто отвыкла. То есть я, наверное, больше визуал, то есть я воспринимаю зрительную информацию, потому что я даже запоминаю какие-то кусочки текста, когда я смотрю. На слух я немножко хуже воспринимаю, то есть я как-то слушаю, отвлекаюсь. Но есть люди, у меня есть знакомые, кто, например, слушает в машине аудиокниги, по дороге на работу слушают аудиокниги. И поэтому это тоже очень удобно для тех, кто воспринимает вот так очень хорошую информацию. Спасибо, что встретили это утро с нами. Мы еще раз поздравляем вас с праздником. И раз уж мы заговорили о традициях, то мы предлагаем вам пожелать нашим телезрителям доброго и бодрого утра. Хоть День библиотек, это говорят, что это День библиотек, но это наш общий день. Потому что если бы не было бы вас, наших читателей, не было бы библиотек. Поэтому всех нас с праздником и хорошего вам дня!